И у нас в студии сегодня Ельбек Узьяр Сулемисов, заведующий отделом науки Сырдарья Туркестанского регионального природного парка. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите нам. Конечно, основная задача, один из приоритетных направлений нашего парка является развитие экотуризма. Поэтому это участок, который находится, участок Теректы называется, недалеко от аула Байдвигата, где исторические памятники Байдвигата и Матрии, если имеется. Отсюда, вот, недалеко туда можно попасть, в нашу территорию региональный парк. Конечно, сейчас мы за последние три года нашим парком создание, с начала создания уже начали основное внимание уделять вот это развитие туризма. Поэтому эта задача у нас очень большая, задача стоит по развитию туризма. Вот сейчас основные трудности инфраструктуры. Мы только начинаем, сейчас бюджетные деньги начали выделяться. Вот в этом участке Теректы, значит, у нас по проекту была организация этнодеревни. Это, значит, связано с нашей традицией, вот эти юрты там установлены, в этих юртах организованы. Отдых людей одновременно, не только у нас отдых, отдых в сочетании с познанием природы, там животных, растительного мира. И вы сами, как рассказывали, и там безвозночных и много. Все вот эти вопросы мы охватываем, что туризм у нас был экологически просветительным направлением. Сюда доехать, конечно, трудности есть. Сейчас этот вопрос может постепенно решиться. Сейчас пока туда, до Байдивыгата, где вот эти исторические памятники, туда можно доехать автобусом. Рейсовым, да? Рейсовым, автобусом. Хотя сейчас рейсовый автобус всего, оказывается, один раз ходит. А такси, каждый день такси из Верхнего рынка. Конечно, такси сейчас может дорого обойдется, некоторым не так, вроде, дорого, если людей там много, полный состав будет на каждом такси. Это с Верхнего рынка, туда можно попасть, туда много сил. Ну, мы доезжаем, ну, в принципе, если на такси, то мы, конечно, прямо до Ола-Теректы доедем, нас прямо до зоны довезут. Вот, прямо туда, от Байдивыгата, там недалеко, шлагбаум стоит, шлагбаум уже наша территория. Ну, в приоритете сейчас, конечно, люди, у которых есть свой транспорт. Тяжело будет добраться, но, во всяком случае, кто захочет, конечно, доберется, и мы надеемся, что в ближайшее время все-таки этот вопрос решится. Может быть, какой-то курсовой, экскурсии какие-то будут пускать, потому что там очень много ущелий, там есть что посмотреть, там есть замечательные каньоны. И много, действительно, очень много живности. Мы пока бродили, там столько насчитали. В общем, в Баралтайский регион же относится этот участок. Это Баралтайский регион, в общем, представляет очень большой интерес с точки зрения не только туризма, с точки зрения науки. Туда даже весь российский ученый даже каждый год приезжает, их тоже привлекает, потому что там растительный мир оригинальный, говорит, нигде такой растительный мир не встречается, как в нашем Баралтайском регионе, потому что там и европейские растения, и азиатские, и африканские растения встречаются. Там есть роща ясневая, и он сейчас под защитой государства. Ясневая роща, это красный книжный вид, растение тоже очень ясневая роща, только Алматинской области есть, Шарынский, они считают, что только у нас встречаются, а в нашем тоже регионе по берегам рек Баралтай много ясневой рощи. Это очень реликвие растения, которые более 600 тысяч лет тому назад возникли. Это испокон веков идет, а раньше вырубались очень много, а сейчас то, что сохранилось, мы дальше хотим сохранить, и в будущем хотим еще воспроизводством заниматься, питомников вырастить, саженцы и там дальше посадить. Там правда удивительно, там вдоль реки идешь, ясневые рощи, это удивительное зрелище. Я знаю, что ученые российские были удивлены еще насекомыми, а от количества насекомых видов они ошалели, когда они увидели, сколько у нас насекомых есть здесь, вот водится. Сейчас, оказывается, тоже мы, когда вот этот парк приступили, вот основная задача парка тоже направление научно-числедовательской работы, это трех направлений ведется. Первое направление инвентаризация растительного мира, второе направление это фауны инвентаризации, в том числе фауны без позвоночника, которые относятся вот эти насекомые. Оказывается, по насекам очень имеющиеся сведения мало, потому что еще не систематизировано. Иногда приходили ученые, а так никто не систематизировал. Поэтому наши задачи, эту тему мы включили план и начали вот второй, третий год уже в систематическом порядке, с участием ученых, вот это института зоологии, уже занимаемся, некоторые результаты уже есть, более 200 видов пока определили. Из них, что интересно, 4 вида клопы, которые раньше не зарегистрировались от Казахстана, им не имеется списка, а раньше имели только регистрироваться Испания и Марокко, Северная Африка. Вот такие новости по безвозвоночному животному. Так что еще, наверное, впереди новые открытия. Я думаю, что очень много еще откроете, потому что только начали, по большому счету, эту летопись вести, да, инвентаризацию делать. Еще много, наверное, неизученных, и потом очень много птиц к нам прилетает. Есть перелетные птицы, которые у нас останавливаются, и те, кто зимует. Очень много видов. Конечно, это птический мир тоже особенный час, тоже в нашем научно-исследовательском плане тоже в Кульчиле. Только с прошлого года, значит, до раньше, до нас раньше, конечно, до организации парка это исследовало. Теперь в пределах парка, значит, мы начали тоже определенные участки наметили, уже привлекая ученого-орнитолога, кандидата биологической науки Елены Сергеевны Шаликовой, который долгие годы работал Аксу-Забаглинским заповедником. Сейчас под ее руководством мы начинаем исследование. Уже, если раньше, предварительным данным по Алтайскому региону считалось 76 видов встречается, а по ее утверждению уже около полчаса видов сейчас. А в Сатаринском регионе, если взять, там уже около 306 видов. Это что, если по Казахстану взять общий вид птицы, 488, представляет основной вид птицы на нашем сатаре, Туркестанском региональном парке находится. Ну, там правда, там красивейшие места и богатый природный мир. Я просто обращаюсь ко всем телезрителям. Съездите, не пожалеете. В выходные выберите время и обязательно покажите своим детям. Потому что дети живут у нас в городе, они мало что видят, а там есть на что посмотреть. Потому что там просто даже идешь, там столько насекомых, там столько бабочек видов. Можно тут же, вот они у тебя рядышком с тобой, можно посмотреть. Также и с кузнечиками, со всякими мошками, букашками. Ербик Кудеярович, что хочется? Пожелать хочется вам удачи. Спасибо вам за проделанную работу. Пусть у вас все сложится, пусть ваша летопись соберется и приумножится. И что бы вы хотели пожелать всем нашим телезрителям? Всем зрителям хочу пожелать. Это особо охраняемая территория, к которой относятся. Это особо, где режим соблюдается. Но не только это считают некоторые, что закрыто для посетителей. Наоборот, мы хотим побольше туда посетителей привлекать, чтобы их показать, как наша природа охраняется, как изучается. Самое главное, чтобы они не только познавали и охраняли нашу природу, чтобы вели среди людей посетителей, чтобы вели беседу, просветительные работы, помогая нам, чтобы надо природу сохранять. Все разнообразие надо сохранить для будущего поколения. Ну и, наверное, самое главное сейчас, актуальное, потому что я там была, пожалуйста, когда вы уезжаете с природы, забирайте с собой или хотя бы в контейнеры. Там есть специальный контейнер у вас для мусора. Не нужно мусорить на природе. Оставьте ее в том виде, в каком вы ее встретили. И она вас встретила. Ну что же, мы вам дарим газету Рабат и календарик. Приходите к нам еще. Всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»